Всем привет, девчонки, мальчишки, кто подписан на группу Ровинг Трейд. Сейчас рубрика Live. Мы находимся на Кремном канале, в Крылатском. Номер Эйлинга номер 2. Это мастерская Олега Васильевича. Возможно, все ее знают, потому что обращались к нему, я так понимаю, не первый раз. И, может быть, кто-то первый раз по поводу весла, по поводу лодки, чтобы ее сделали, отполировали, закрыли сколы какие-то. Кто-то там, возможно, разбил, чтобы ее починили, там либо порвал, чтобы весло склеили. Мы зададим парочку вопросов интересных Олегу Васильевичу. Надеюсь, он сможет на них ответить. Мастерская очень уютная, хорошая, рабочая тут обстановка, тут тепло. Специальная температура поддерживается, для того, чтобы можно было производить ремонт лодок. Вот такая мастерская. Если кто не знает, Олег Васильевич обучался также на заводе МЭЛа по ремонту лодок. А вы сейчас что-то делать будете, да? С этой коной? Пошли. Отпиливать? Ничего себе, а зачем? Да, порт. Как и ее. Нево. Это сделаю. Новую. Новую сделаю? Да, новую сделаю. Так вот, на секрет в чем, да? Нево делает откуда? Понятно. А это что за модель вообще такая? Это переходная модель, когда перед, когда вы начали делать пустые лодки, подняли борт, чтобы она выше, чтобы она с ангаржем раньше была 61 сантиметр. А вот стали делать, чтобы тут она узкая, подняли вверх. Ну, то есть, чтобы под нормативы попадало, да? А я слышал, потом вот они начали вот, ну, одетуп... Потом стали узкими нормативы пересмотреть. Потому что, ну, можно борт поднять до бесконечно. Ну, да, да. И вот узкий, а это вот 2 палки быстрее. Ага. Ну, я вот помню, пластексы были рогатые, как раз такие, вот, одиночки. Они были рогатые, потому что, в принципе, уже не было. А сейчас, получается, норматив нет, только длина 5... Ну, 5,20 и 12 килограмм, да? Нет, есть и нормативы, максимальная, максимальная, уже на... А, то есть, ширина тоже, да, есть? А... Нет, сейчас все приведено к... Как-то, физически, по-равильному. Ага. Сделаешь ужин, просто не мечтаешь, она будет. И там ухи ты переворачиваешься. Это вы отрезать сейчас будете. Мы хотели бы задать вам парочку вопросов. Вот, надеюсь, получится у вас ответить. Вот первый вопрос. Вот, какие раньше были лодки, какие стали сейчас современные? И есть ли отличия по качеству изготовления? Ну, первые лодки, которые появились в Алянке, они вообще были клинкерные. Сделаны из дощечек. Угу. Из речек таких, речка на речку. А вот это вот, и получалось лодка. То есть, если они примерно килограмм 30, может быть, больше, одному ее невозможно донести до воды, поэтому... Тяжелые были? Тяжелые, до 30 килограмм. 30 килограмм вообще. Сейчас она весит 12. То есть, два с лишним разом она была тяжелее. Вот, естественно, скоростью были у нее другие. Были другие влесла, они были более длинные, потому что обводы, лодки были широкие. На ней легко было... Ну, каждый мог сесть и продолжать греблю. Со временем, как гребля стала совершенствоваться, стала спортом, олимпийским видом спорта, лодки качественно изменились. Следующие лодки после клинкер были сделаны из фанеры, вот. Обводы сделали более агрессивными такими. Вот, и были введены стандарты на лодке. Если байгар-то в самом широком месте не должна была быть хуже 51 сантиметра, а каноэ, соответственно, 61 сантиметра, 67 сантиметра. Эти правила действовали почти до конца нынешнего века, около 90... 1990-1997. Я думаю, были приняты новые стандарты лодок, где отменялась вот эта... Ширина, да? Да, по ширине стандарта, по ширине. И лодки стали делать физические параметры, только с тем расчетом, чтобы она выдерживала спортсмена, и улучшались ее скоростные характеристики. Не изменилась длина лодок, одиночки, как были, 5... 5,20? 5,20. Как они остались? То есть, с того времени, что осталось, это длина, да? Да, длина. Вот и вес. И вес. Вес в байганке не изменился. Оно в последние, буквально, последние три года изменилось с 16... До 14 килограмм, да? До 14 килограмм. Вот. Ну, изменились материалы. Сейчас современные лодки делаются с композитных материалов. Из стеклового лотна, из углевого лотна, из сокового материала. Из-за того, что вес лодки стандартизирован, естественно, лодки легче их не делать, хотя можно сделать в два раза легче. Есть лодки-марафонки, которые весит по 8 килограмм, и, в принципе, по тем же самым параметрам они выдерживают спортсмены. А если вот сравнивать марафонскую лодку, которая 8 килограмм весит, и вот, например, обычную, которая 12 килограмм, по прочности они и выступают марафонской? Конечно, выступают. Марафонская лодка, она пустая лодка, и любое прикосновение, касание с ней образует в ней пробои. То есть они тоненькие совсем, да? Да, и скорости марафона, естественно, ниже, чем в спринте, поэтому таких параметров к жесткости не предъявляется. Современная лодка спринтерская усиленная, усиленная карбоном, да, для волокна, по днищу, по бардам, чтобы она не во время высоких скоростей, они не изменялись конфигурациями сжатия лодки там. Чтобы не играла, да, как говорят спортсмены? Да. То на марафоне скорости гораздо ниже, и таких требований не нужно было. Ага. Так что вот так вот. Ну то есть, а вот если брать вот сейчас вот современные лодки, то есть мы говорим о том, что они стали легче и стали прочнее по сравнению с теми, которые ранее выпускали, да? Да. Деревянные лодки, дерево, это естественный материал, он не... Такое дерево не было в воде, оно очень на этом со временем, тортится и гритит. Есть, цветут, гниют, да? Ухаживать надо? Ухаживать, ну, ухаживать, да, это вызывает определенные проблемы. Угу. 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 Ухаживать, да? Ухаживать, вот так вот. Ну то есть, в принципе, если сравнивать, то нам повезло, что время шагнуло вперед, и сейчас пластиковой лодке, и не надо так заботиться сильно о ней, да? Конечно, заботиться надо. Ага. Ухаживать, ну, они более долгоничные, более крепкие, с ними легче починить, потому что дерево, если оно разбилось там... Все уже, да? А вот пластиковую лодку, когда вот после воды, например, я выхожу, обязательно вытирать, или можно не вытирать вот пластиковую лодку? Как бы ухаживать стоит? Ну, ухаживать стоит всегда, потому что, ну, не будешь вытирать, вода загрел, испортится, будет вонь в лодке, плохо пахнуть. Ага. Потом, мы же не тренируемся стерилим в воде, да? В воде есть примеси, которые откладываются на лодке, и со временем она начинает терять свет, и вот на ней образуется такой белесый налет. И это не эстетично, и влияет все-таки незначительно. Именно. У нас вот это скоростные люди есть. Поэтому и самому приятно сесть в ухоженную, растящую лодку, чем она будет. Я вас понял. Грязная и необъятная. Вот. Ага. Просто уже такое нравственное. Нравственное, да. Я понял. Вот еще вопрос. Какие поломки случаются чаще всего у водок? У современных водок чаще всего пьются носы. Носы? Носы. Карман. Потому что материал синтетический более хрупкий. Ага. Ну, если не правильно подходить к лодке, то нос. Носы все-таки будет отрубиваться. Откалываются. Ну, я вот заметил то, что вот у нынешних водок, да, у пластиковых, вот даже там, ну, нейло, там брать пластекс, там не имеет значения. Ага. Если вот на волне сидишь, если под весло попадаешь, вот носики очень легко откалываются. Носики легко откалываются. Да. То есть, это вот самое больное место, наверное. Свойство материала, да. Это самое больное место. Ага. Ну, естественно, если его уронить, то материал хрупкий, он трескается, там развивается пробой. Ага. А самому вот вообще реально что-то сделать или это нужны какие-то специальные быть навыки и материалы, чтобы... Да, нужны навыки и материалы. Это как с машиной. Можно самому скрутить проводочку. Ага. А можно обратиться в сервис, в автисервисе там профессионал сделать грамотно, все красиво, эстетично. И вы не будете знать, что она была в каком-то решении. Так и сегодня. Потому что современные материалы, они требуют определенных знаний, которыми рядовые люди, они просто в жизни с этим не сталкиваются. Ага. Поэтому при возможности лучше, конечно, обращаться к специалисту. Вот. Ну, мелкие колонки. Ну, в современных лодках их мало. Мелкие колонки, конечно, можно устранять самому. Угу. Ну, чтобы она, вот, долго служилой работой. Лучше, конечно, за ним зашить. Протирать, следить, чтобы не было. И вовремя, вовремя, пока не запускать до больших проблем, обращаться к специалисту. Я вас понял. Вот вопрос такой. На что стоит обратить внимание при выборе лодки булочной? Да? Как определить, была ли она битая на вид или нет? Ну, при выборе булочной лодки следует обратить на производителя. В современном грибном спорте нашем доминируют, конечно, лодки производства в Португалии. Они очень качественные. Фабрика, на которой они изготавливаются, современная. Они впереди планеты всей. И если вы берете португальскую лоду, это гарантия того, что она качественная и прослужит вам долго. Были бы у нее нет и у нее пробои каких-то больших неприятностей, это визуально можно легко обнаружить. Потому что большие и большой ремонт никуда не денется. Его сразу заметно, видно. Понял вас. Какие весла вам больше нравятся и кажутся более качественными в изготовлении и по прочности? Ну, современные весла все качественные, все без исключения. Они все сделаны из углеволотна. Они имеют, я считаю, очень грамотную форму. Весло хорошо работает в воде по сравнению с лучшими веслами. Это вот если мы берем как раз деревянное весло, да? Да, да. Они технологичные. Существует сейчас несколько ведущих фирм, которые изготавливают весла. Ну, в принципе, линейка очень большая. Фирма врача вообще имеет, по-моему, 12-14 весел. Ну, вот я вот одиннадцатая Ван Дюссен еще знаю. Они марафонские делают, обычные делают. Ну, то есть, по желанию можно выбрать любое весло. Все весла качественные, работают хорошо. Тут все зависит от предпочтения самого спортсмена. Кому-то нравятся такие, кому-то другие. Работают они почти, почти не выходят из строя. Почти не выходят из строя. Ну, естественно, сломать можно все что угодно, но вот так они долгосрочные, долгоиграющие. Очень хорошо себя зарекомендовавшие. Поэтому, современные весла можно привести любым веслом и наслаждаться. А к вам приходят чаще с лодками или с веслами? Ну, ко мне чаще, конечно, приходят с лодками. Весла приходят только собрать. Ага, собрать, да? Весла поступают в разобранном виде. Собрать и подогнать под разными спортсменами. Ага. Это очень часто. Я вот знаю, что слух ходит, что вы проходили обучение на заводе НЕВА в Португалии как раз по ремонту лодок. Вот скажите, пожалуйста, это правда или нет? И чему там учили, если вы там действительно проходили обучение? И устарели ли технологии по ремонту лодок на текущий момент? Ну, я на самом деле стажировался в фабрике НЕВА. Ну, моя стажировка была непродолжительная, порядка 10 дней. Ну, мне было интересно просто посмотреть производство лодок и, конечно, ремонт. Ничего сверхъестественного в ремонте они не применяют. Мы делаем то же самое. Единственное, что у них, конечно, большой ассортимент современных материалов, которых у нас нет. И это позволяет им справляться с ремонтом любых лодок. Какие-то секреты сверхъестественные, ну, конечно, такого для чего нет. Ну, любой человек этим занимаешься поймет, что к чему. Секреты есть в изготовлении лодок. Они их тщательно скрывают. Вот на протяжении 10 дней, в которых я там был, меня особо не подпускали к процессу изготовления лодок. Помного функциональнее. Там сначала делают одно, другое, третье. Ну, из велика можно, а близко сразу, как бы, старались отвести в сторону. Ну, то есть, все-таки, секреты какие-то есть и они их не раскрывают, да? Конечно. Ну, это правильно. Каждая фирма, тем более доминирующая фирма, она не хочет, чтобы какие-то нюансы были. А вот кроме NEL, какие лодки вам интересны, вот фирма, если брать? Ну, вот сейчас развивается очень здорово. Не знаю, достигнут они 200 NEL или нет. Тоже португальская фирма NEL. Последняя лодка, ну, очень своеобразная, интересная. Но не доведена до конца, с ней надо еще поработать. Но если они ее доведут до конца, я думаю, что она будет конкурентировать. То есть, на текущий момент ближайший конкурент, если к NEL, мы говорим, ELIO, да, наверное? Да, скорее всего, это. Ну, потому что, во-первых, в Португалии, там они все-таки, как бы, первым с другом, наверное, быстрее договорятся. Лодки фирмы Plastex в Каной, они доминируют в Каной Спорте. Вот. И NELO с ними конкурируют, я считаю, тоже удачно. Поэтому фирмы NELO конкуренны интересные. Ну, немножко чего-то там не так. Потому что экономисты вот предпочитают Plastex. Фирма... Plastex? Вайда? Фирма Вайда, да. Вайда. Ну, они немножко дороговаты по сравнению с их качеством. Ага. Вот. Ну, кому-то тоже нравится. Тем, у кого немножко проблемы с балансом. Балансом. Да. Те предпочитают лодки фирмы Вайда. Немножко более устойчивые такие. Ну, по качеству неплохие. По качеству неплохих нарушать. Сколько вот приблизительно лет вы уже вот работаете вот по лодкам, по весам? Какой у вас опыт, багаж, знаний? Большой, так скажем. Ну, уже профессионально вот так вот, за зарплату я работал, наверное, в 17... В 17? Нет, в 17-18. А, в 17-18? В 17-18 у меня втроявали книжки. Потому что я в 18-18 буду. А так, конечно, я с детства, когда стал заниматься греблей, стал, вот, говорить, лодки, были деревянные, стал сам водить дома. Ну, налог появился. И вот так стало в моей профессии. Я вас понял. Спасибо, Олег Васильевич, вам огромное, что ответили на вопросы. Потому что у многих есть вопросы, которые, к сожалению, не могли задать лично. Надеюсь, это будет видео полезно вам. Вот, ребят, спасибо, что были с нами. Всего доброго вам, до новых встреч. Олег Васильевич, пожимаем вашу руку, спасибо вам огромное. Все, до свидания. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»